Елена Валерьевна, разрешите в первую очередь поздравить вас с праздником 8 марта и во вторую очередь выразить искренние слова признательности за те минуты счастья, которые вы и ваши ребята, лыжники, подарили нам во время Олимпиады в Пхенчхане. Спасибо большое, очень приятно. На самом деле так удивительно, но мне кажется, сейчас вокруг лыж в России такое большое сообщество. Собралось люди, которые смотрели. Молодая команда, на которую никто не ставил, она показала, я считаю, просто прыгнула выше головы. Надежды у меня было очень мало, я не скрываю этого. Думала, что если вот этой командой мы выиграем одну бронзовую медаль, то я буду очень счастлива. И предполагала, что это будет в мужской эстафете. Но сказать, что Саша Большунов так мог меня сильно вдохновить до Олимпиады не могла, потому что он заболел перед Олимпиадой, у него была ангина, лежал в больнице. Наверное, вот эти первые медали Большунова и Белорукова, они как-то всех так сразу вдохновили, и все поняли, что на самом деле не так страшен черт, как его молюют. Ну и наш Андрей Ларьков тоже порадовал, показал. Ну, Андрюха у меня, это отдельная тема, потому что мы с Андреем, ну и с Андреем, с тренером, который в команде с ним работает, с Олегом Ларисовичем, перевозчиком, достаточно часто, особенно с Олегом общаемся, у Андрея все-таки какой-то была, ну, то ли неуверенность в себе, то ли какая-то боязнь, вот еще чего-то. И, ну, то, что он эстафетчик, и он замечательный просто эстафетчик, мы увидели это в прошлом году на Чемпионате мира, кто смотрел этот Лахти, да, видели, как он прошел первый этап, и просто все восхищения и слава и благодарности, потому что эстафета – это не личная гонка, и там должен быть такой вот, ну, это же супернастрой, что ли, у человека, вот, и Андрей в этом плане оказался очень надежным, это очень-очень важно. Как и Анна Нечаевская, кстати, тоже. Ну, Анька, она просто не в последний момент не сдрефила, как я уже, вот, я говорю, сегодня это уже говорила, но у нас так говорят, это, может быть, не такие приятные слова, но это на самом деле так, потому что, когда за тобой бегут именитые спортсмены, то, конечно, ну, шанс надломиться у любого есть. Ну, она абсолютно, вот, она ни сверх головы не прыгнула, но она показала именно то, на что она способна на данный момент. За это, я думаю, ее и девчонки там, ну, целовали и говорили ей слова благодарности. Ну, в Татарстане никогда такого не было, чтобы сразу две медали, даже три медали, получается. То есть, республика показала... Все всегда идет от головы. Я понимаю, что там Фардиев делает очень много, да, тренеры и так далее, но если первый человек региона не хочет, то все остальные могут хоть прыгать выше головы, они все равно ничего не сделают. Поэтому вот этот прорыв, он есть. Сейчас просто нужно растить своих детей. Мне очень приятно, что Андрюха это ваш, который здесь родился, который достаточно поздно пришел в лыжный спорт, но тем не менее он смог, вот сейчас уже смог доказать, что он пришел именно туда, куда нужно было. Я ничего не имею против там музыки, да, чем он занимался. У меня с ним история немножко схожая. Я пела в хоре, но тренера тоже мне запретила это делать, то есть нужно было ездить на сборы. И вы сейчас являетесь одним из тех регионов, которые, ну, что называется там, на передовых, на первых. В первой тройке у нас в Федерации лыжных гонок России есть рейтинг регионов. В течение всего сезона по всем соревнованиям проходит этот рейтинг. Но если учесть, что лет, я говорю, ну, 6-7 назад вы были приблизительно там на почти 40-х местах, то сегодня вы в тройке. Это не просто прорыв, это колоссальный прорыв. Поэтому вот и результат говорит сам за себя. Елена Валерьевна, спасибо вам большое за интервью. Приезжайте почаще к нам в республику, в Казань. Ревнуют уже. Меня тут регионы ревнуют, что я очень часто сюда езжу. Ну, и не только сюда, еще 2-3 региона считают, что вот какое-то я отдельное внимание уделяю. Уделяешь, когда ты понимаешь, что люди стараются, делают, тогда поэтому и ездишь. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Безусловно, президенту республики и нашему президенту федерации лыжных гонок и биатлона. Это, ну, они реально сейчас очень много делают. Не только для лыжного спорта в республике, но и для лыжного спорта в стране в целом. Безусловно, президенту федерации лыжных гонок и биатлона.